Всем привет! Начинаем сегодняшнюю нашу тренировку. Она будет для игроков с лимитов NL50, NL100 и NL200. Сегодня будем разбирать игру в узких спектрах. То есть, когда ваш противник сделал openrace из ранней позиции, вы его заколировали, или вы сами сделали openrace из ранней позиции, и кто-то вас заколировал, либо сыграл через 3-бет. Казалось бы, игра в узких спектрах не представляет ничего сложного, потому что чем уже спектр, тем легче его прочитать, но на практике оказывается, что многие игроки, допуская здесь ошибки, делают плохие колы и делают при этом плохие value-беты, переоценивая спектр продолжения оппонента. Сегодня мы эти моменты разберем на тренировке, вспомним несколько теоретических аспектов, которые мы разбирали еще на самых первых тренировках на ресурсе PokerAbility, и затем перейдем к практике, будем разбирать раздачи и отвечать на конкретные вопросы наших учеников. Как обычно, по традиции, напишите в чаты, на Twitch, на Gypsy, на PokerAbility, как меня видно и слышно. Если все нормально, то мы начнем. Ну да, судя по всему, картинка идет, поэтому давайте начинать. Ну, как я уже говорил, начнем с того, что вспомним некоторую теорию по игре с узкими спектрами и разберем те ситуации, когда мы делаем плохие колы, играя в узких спектрах. Первая причина, так же, как и везде, это неправильная оценка спектра оппонента. Когда вы слишком расширяете спектр блефов вашего оппонента, думаете, что он здесь часто блефует, но просто в силу изначально узкого префлоп-рейнджа вашего оппонента, который еще обрезается его действиями на флопе, Терни и Ривери, часто на поздних улицах, например, на Ривери, у вашего противника может просто отсутствовать блеф составляющая в его ставке или в его рейзе, и, соответственно, вы в этой ситуации должны сравнивать свою руку для кола с потенциальным спектром вэлюбета оппонента, то есть с какой самой слабой рукой оппонент будет в вэлюбете, скажем, на Терни или на Ривери. Если вы не бьете эти вэлюбеты, соответственно, вы и коллировать не должны. Вторая ошибка – это соблазн хорошими шансами банка на кол. Хитрые игроки, которые играют на Ривери, зачастую могут использовать небольшие ставки для того, чтобы вы соблазнились на кол, то есть ставить, скажем, пол пота или меньше. При этом в таком сайзинге, опять же, не содержится никогда блефа, и будет только одно вэлю. Мы эти сайзинги уже на наших тренировках разбирали, когда мы сами делали такие сайзинги, чтобы расширить спектр продолжения оппонента и получить кол от его более слабых рук. Ваши противники могут делать то же самое, поэтому обращайте на это внимание и не соблазняйтесь на хорошие шансы банка, когда вы играете узких спектров, и ваш противник имеет сильный рейндж на поздних улицах. Учитесь с хорошими шансами банка все равно выкидывать, просто потому что вы все равно сравниваете шансы банка с эквити вашей руки против спектра бета или рейза оппонента. Если ваша эквити стремится к нулю или условно говоря 5-7%, то какие бы хорошие шансы банка на кол не были, вы калировать здесь не можете. Также плохие колы, особенно на таких вот лимитах, наверное, как 0-50, 0-100, связаны с тем, что вы играете так называемым незащищенным спектром. Ну, надо сказать, что когда вы играете в узких спектрах, ваш спектр так или иначе будет незащищенным. Почему? Потому что если у вас колд-кол где-нибудь на батоне 9%, у вас все равно узкий спектр, он не покрывает большинство стоп-пилл досок, различных ранаутов. Соответственно, вы уже испытываете трудности, просто играя с узким спектром. Но именно поэтому некоторые игроки лимитов выше, начиная с 0-400, 0-600, могут вообще отказываться от спектра, предположим, колд-кола против ранних позиций. Они просто так не играют для того, чтобы, собственно, не испытывать эти трудности. Плюс к тому, что у вас изначально узкий спектр, зачастую вы играете на каких-то низких лимитах, это может быть 0-50, 0-100, может быть, вы играете еще ниже, где-то 0-25, 0-10. Вы зачастую эти свои узкие спектры еще капаете тем, что вы делаете рейзы на ранних улицах. То есть вы рейзите сыты, вы рейзите две пары, вы рейзите стриты-флэши, и на ривере зачастую, когда вы просто коллируете, скажем, коллируете флоп, коллируете тёрн, выходите на ривер, по определенным стоп-турам досок ваш рейндж капнут, и самая верхушка вашего рейнджа – это какие-то, скажем, топ-пары, иногда, может быть, даже вторые пары. И, соответственно, вы, понимая свой рейндж, мыслите в какой категории, что, ну, это топ моего спектра, да, там, топ-пары с сильным кикером, как я здесь ее могу выкинуть, хотя это является грубой ошибкой, потому что, опять же, вы сравниваете свою руку со спектром бета-оппонента, и здесь, когда у вас такой незащищенный и узкий рейндж, вы должны думать, как вы стоите с конкретной рукой вашего рейнджа против спектра бета, не в целом, как ваш рейндж стоит, потому что вы и так капнуты и не защищены, а просто как рука ваша стоит, и рассуждайте здесь не через призму вашего рейнджа, а через призму как раз конкретной руки против спектра бета-оппонента или рейза. Ну и вот это из той же оперы оправдание своих плохих колл с помощью псевдо-ГТО, то есть многие слышали о теории оптимальной игры от ГТО, о том, что мы как раз должны играть защищенными рейнджами, что если мы выкидываем такие руки, то мы будем эксплуатируемы на каких-то там поздних улицах, на Терне, на Ривере. Ну и опять же, мы не должны выкидывать топ-пару, потому что если мы выкидываем топ-пару, соответственно, нас можно эксплуатировать. Да, нас можно эксплуатировать, вас будут эксплуатировать, но это связано уже с изначально вашим капнутым спектром узким, который еще и сужается за счет различных ваших действий к поздним улицам. И как вы здесь ни крути, вы будете зажаты в этот рейндж. И вы все равно будете эксплуатны. И здесь просто нужно понять, что для вас будет дороже. Быть эксплуатным и выкидывать на Ривере, или, условно говоря, тоже быть эксплуатным, но при этом не выкидывать на Ривере. И, как правило, лучше бывает быть эксплуатным и выкидывать, скажем, на Ривере, чем быть эксплуатным и не выкидывать, просто потому что частота блефов на Ривере зачастую очень низкая у игроков всех лимитов. И, соответственно, просто делая кола, а правда это каким-то псевдо-ГТО, вы проплачиваетесь сильной комбинацией вашего оппонента. Поэтому запомните эти основные причины плохих колов и старайтесь их на практике не допускать. Ну, еще одна из ошибок распространенных – это ошибки, которые связаны с тем, что у вас захлестывают эмоции, и вы совершаете плохой кол. Но это характерно для всех спотов абсолютно, не только для спотов, где вы играете в узких спектрах, но и здесь в том числе. То есть, когда вы играете в каком-то неоптимальном состоянии, тем более, когда вы играете в узком спектре, у вас какая-то относительно сильная рука, скажем, топ-пара, вы играете уставшим, сонным, либо в каком-то полутильфе, или в полновесном тильфе, вы уже не соображаете, вы не мыслите категориями эквити, не мыслите категориями того, с чем оппонент ставит на конкретной улице, вы мыслите просто типа «У меня топ-пара, до какого хера я тут не буду выкидывать кол? Ну не может же у него опять быть нац». Вы колируете, у него там, как всегда, рука лучшая, просто потому что у него нет спектра блефа, скажем, на Ривере. Ну, как устранить ошибки, связанные с тем, что вас захлестывают эмоции, как увеличить количество хороших больших фолдов и сократить количество плохих колов, вы про это можете подробно прочитать в статье в нашем разделе «Стратегия», которая называется «Концепция больших фолдов». Там три основных причины есть. Причина номер один, причина номер два, причина номер три. Это три разных статьи. Они доступны в разделе номер один и два, по-моему, если я не ошибаюсь. Те, кто с ними еще не знаком, зайдите на сайт «Покер Абилити», раздел «Стратегии» и прочитайте про это. Понравилось видео? Ставь лайк, подписывайся на канал и начни обучение покеру прямо сейчас.